Взгляд акционеры МВФ не договорились о пересмотре квот в пользу развивающихся экономик Л. Акционеры МВФ не договорились о пересмотре квот в пользу развивающихся экономик 13 апреля 2019 года, час 30 фото, кадры с видеотекст, Антон Никитин Международный валютный фонд предложил признать 15-й пересмотр квот несостоявшимся, что вызвало серьезную обеспокоенность среди стран с развивающимися экономиками которые считают, что их участие в организации недооценено, сообщил первый вице-премьер России министр финансов Антон Силуанов Силуанов подчеркнул, что страны с развивающимися экономиками были очень обеспокоены нулевым результатом обсуждения квот, потому что считают, что их участие в фонде недооценено, передает ТАСС Директор-распорядитель фонда госпожа, Кристин, Лагард попросила время до октября, чтобы выработать окончательную позицию по этой части и подготовить предложение по работе над новым пересмотром квот Предлагается 15-й пересмотр считать невступившим в силу и завершенным и начать работу уже над 16-м пересмотром, сказал Силуанов По его словам, по реформе МВФ было поднято два вопроса Первый это квотный принцип формирования ресурсов фонда или заемный Наши американские партнеры не хотят увеличивать квотный принцип пополнения капитала фонда, поэтому было принято решение идти на принцип заемного финансирования, рассказал министр финансов России Он отметил, что такой способ дороже, и для программ, которые реализуются фондом, ухудшат все условия заимствования, потому что изначально работал квотный принцип Однако, поскольку возник вопрос с распределением квот и есть нежелание целого ряда государств капитализировать МВФ путем прямых бюджетных вложений, акционеры МВФ согласились, что надо идти на новые соглашения о заимствованиях Предложение было, чтобы увеличить такие объемы ресурсов в два, а некоторые выступали и за три раза Директор-распорядитель попросила срок, она подготовит предложение и по квотам, и по источнику пополнения капитала фонда, рассказал глава российской делегации на полях ежегодной встречи МВФ и Всемирного банка Напомним, как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия разделяет озабоченность несправедливостью глобальной финансово-экономической архитектуры, которая не учитывает возросший экономический весь развивающихся стран, и готова вместе с БРИКС добиваться более справедливого распределения квот в МВФ и Всемирном банке Смотрите еще больше видео на YouTube канале Взгляд Текст Антон Никитин